Привет! Здравствуйте, друзья! Я всё из-за того, сегодня перед вами свечусь, из-за того, что мой друг интернетовский задал вопрос, задал вопрос такой каберзный, что мне пришлось с вечера до утра и сейчас ещё до обеда ломать свою тыкву, чтобы ответить на его вопрос. Представляете, ну и очки я делал-то не для того, чтобы казаться мудрым, а для того, чтобы сейчас что-то здесь прочитать. А вот задал мне вопрос, представляете, спросил, как на гитаре, не на этой, блин-блин-блин-блин, а на гитаре токарного станка 16к20, поменять шестерёнку, на то, чтобы нарезать метрическую резьбу. Фу! Не метрическую, сметрическую поменять на дюймовую. Так я вам объясняю, тут всё очень просто. Друзья, смотрите, предварительно здесь вот гитару я не могу вскрыть, у меня так хитро-мудро поставили станок, что невозможно мне там вскрыть. Тут вскрывается не так, как у нормальных станков, а так как на этом. Но неважно, друзья. Вот здесь у нас резьба есть и метрическая, и трубная. Вот дюймовая трубная. Всего-навсего надо переключить. Это говорит о том, что, друзья, вот шаги, надо знать эту таблицу хорошо, вот шаги, это если на метрической стоять будет, то мы будем вот эти смотреть. Понимаете? А если витки, то у нас будет вот это вот. Смотрите. Четыре, пять, шесть, дни. Ну, короче, вы разберётесь, друзья. Я-то тупее вас и тебя, друг мой, который задал вопрос. Ну, а как поменять? Кстати, хочу заметить одну особенность станка 16К20. Он 11 ниток не режет, которые нужно на полдюйма и ещё некоторые резьбы он не режет. У него чётное число ниток. Запомнили? Вот эти 10, 12. Заметил? 10, 12. 11 нету. Нигде здесь не найдёшь. А шестерёнки какие надо ставить? Да вот, друг мой, вот схемы. Вот эти схемы, если ты изучишь, вот, видишь, на каждом станке здесь плохо видно, плохо, очень плохо. Всё стёртое. Надо беречь эти таблички. Никто не хочет беречь таблички. Это, понимаете, книга токаря. По ней он овладевает этим станком. Представляете, всё это здесь затёртое уже, почти затёртое. Но станку в эту субботу будет 50 лет. Представляете? А может даже больше. Поэтому, друг мой, я тебе хочу сказать, на каждой шестерёнке написана цифра. Это число зубьев. Понял? И вот как по схеме написано, какие, допустим, зубья, сколько зубьев ставить? Тут... Вот, видишь, тут 86, 73, 83. Ну, это определённая группа. Там всего-навсего, в этом всего три шестерни. Понимаешь? на этом коромыслие стоит три, на гитаре, три шестерни. И вот набор делаешь, согласно которому ты, допустим, самому выдумывать ничего не надо. Надо ставить только строго по этой, вот по этому чертежу. Чтобы не было пиздежу. Поним? я не знаю, как только рисами по себе ставят. Я лично не могу сам по себе ставить. У меня написано комбинация, допустим, шестерёнок для таких-то, для определённых витков и шагов. Так? Я их и поставлю. Понимаешь? Допустим, я образно говорю 80, 60, 40. Понимаешь? Набор шестерёнок у меня нету. То, что стоит здесь, остальное капиталисты просрали. или про е дали. Понял? Так что с меня здесь спрос небольшой, друг мой. Все. Криптум. Если, друг мой, ты ничего не понял, то извини, я сам ничего не понял. Но я тебе хочу сказать одно. Если ты не хочешь изучить вот эти таблички, а захочешь сам экспериментировать, ставь какие хочешь, но потом сам вычисляй резьбомером, что ты нарезал, понимаешь, что у тебя получится. Понимаешь? Но обычно себя я, конечно, не считаю, а нормальные токаря знают вот эти все таблички. Им это нужно. Мне не очень, потому что чего стоит, того и делаю. Я лично добиваюсь 11 ниток. Знаешь как? Я вот видишь, ну вот, вот эти рычаги ставлю на метрическую два с половиной. Понял? У меня здесь она известна. Так? А потом вот эти вот немножко, немножко, немножко сдвигаю, смотри. Оп, вот так чуть-чуть сдвигаю, да, еще раз прохожу, она становится немного шире. Но тут, друг мой, надо взять не метрический резец, а трубный. Понял? Ты, надеюсь, знаешь отличие метрического резца резьбового от трубного? Надеюсь, знаешь. Но я тебе на всякий случай подскажу. Вдруг ты забыл. Трубный 55 градусов, метрический 60, блин. Понял? Вот чем разница всего на все. Итак, друг, я старался, понимаешь, старался тебе объяснить, но прости, я сам ничего не понял. До свидания. Подписывайся на канал, друг мой. И приведи все свое родню и друзей. И пусть смотрят, как не надо работать на токарных станках. Understand? Understand?